Казанский Акбарс В стартовом периоде встречи подопечные Игоря Захаркина выглядели не слишком убедительно. Да, уфимцы владели ощутимым игровым преимуществом, но вот остроту у ворот соперника практически не создавали. В свою очередь тольяттинцы один из своих шансов использовали, уйдя на перерыв, ведя в счете. Проблемы уже из матча в матч. Вроде с Казани начали, хорошо, сразу забили. А так это уже не первый же матч такой, когда мы просто выходим и пропускаем сразу. Но ладно, не рассыпались. Так хорошо, что забили потом. Второй игровой отрезок илоевцы начали очень активно и вскоре получили большинство. Классический розыгрыш, но ударную позицию выведен Лепестю и Фин не подкачал. Его мощный бросок оживил уфа-арену 1-1. Немногим позднее удалось разыграть лишним и гостям. Вторая пропущенная шайба раззадорила дружину Игоря Захаркина. Наши хоккеисты стали играть заметно активнее, перед самым перерывом сравняли счет. Хитрая передача короткого из-за ворот и майоров принимает поздравления 2-2. Хоккеисты пошли отдыхать, а ледовую площадку заняли маскоты соперников. Они сошлись в импровизированной битве между собой, чем очень порадовали болельщиков, особенно самых маленьких. Третий игровой отрезок стал показательным в плане того, как умеют обороняться юлаевцы. Хозяева играли строго и дисциплинированно, не позволив сопернику забить. Ну а точку в матче поставил Куляш, забросивший шайбу уже в пустые ворота. 4-2. Ну игра получилась непростая и для нас мне показалось, что соперник был очень хорошо мотивирован, много двигались, старались выиграть этот матч, строго играли в обороне. Эпизодами мы попытались смоделировать тот момент, ту игру, которую возможно будет играть Акбарс против нас. Ну в общем матч получился очень поучительным для нас и полезным очень в преддверии плей-офф. Жаль, конечно, что список травмированных пополнился еще одним хоккеистом. Ну будем надеяться, что в оставшиеся дни может быть что-нибудь позитивное произойдет в плане выздоровления игроков. Гладкую часть сезона уфимцы сумели завершить победы порадовав своих болельщиков, которые теперь с нетерпением будут ждать зеленого дерби. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Слава Тюлаев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова